я вам дам идеи а вы уже из них выберите именно то что вам надо сделать причем сначала потом остальное вы будете еще уже в последующем доделывать доделать доделать потому что вот этих лифт магнитов у вас их должно быть много и везде расставлены они должны быть прямо вот как везде 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 что где вы человек не по мне не был да он мог вам туда попасть так самая первая сейчас ручку листик на возьмите будете тоже за мной записывать первая идея это ну в основном это конечно если есть у вас уже свой собственный сайт либо блог но многих у нас здесь есть у кого есть свой собственный сайт или блог то здесь идея какая что вы приглашаете людей подписаться на вашу новостную рассылку вроде бы кажется да что сейчас столько изобилия вот разных там этих пдфов чек листов и всего-всего кто будет подписываться на новостную рассылку на самом деле она востребована потому что не каждый человек хочет для того чтобы попасть например к вам в рассылку скачивать какой-то пдф человеку проще действительно подписаться на новости просто ваши все вот я на многие сайты подписываюсь именно за того чтобы получать их новости то есть постоянно быть в курсе того что о чем они говорят но сам это конечно такие западные сайты которые подписывать вчера я по моему штуки на три на это писалось не все западные у нас срабатывают на 2 так мне ничего от них и не пришло что-то там в россию не хотят отправлять но все равно и на наши тоже стать отечественных до коллег нашим тоже на многих я подписываюсь у меня на самой на блоге если вы видели тоже внизу есть что подпишитесь на новости да то есть я не напрягаю человека скачиванием чего-либо может ему это не нужно но если человек хочет что меня очень многие спрашивают как быть курсе ваших новостей как быть курсе что у вас происходит какие там вебинары как там чего вот пожалуйста подписывайтесь на новости и вы все время будете в этом курсе поставьте единичку что все понятно потому что у нас тут с вами сколько у нас с вами 30 сейчас 34 идеи которые надо с вами с ним пройти вот из первое это подпишитесь на новостную рассылку так второе шпаргалка второй чек-лист или шпаргалка но это такое вы наверно видели да то здесь когда идет такой пошаговый план что нужно сделать он может быть этот чек-лист он может занимать вообще одну страничку но тоже очень хорошо работает может вот если допустим тоже тоже блоге да либо тоже пост социальных сетях вы написали на прям на какую-то тему да ну на какую-то достаточно широкую тему например там как написать продающий пост а вот вы например написали такой пост и потом говорить кто хочет проверить себя правильно ли он пишет эти продающие посты скачайте чек-лист по написанию продающего поста и вот у вас как такое будет лежать перед глазами вы когда пишете а пост вы всегда перед глазами вы держите вот и все то есть тут вообще сложного ничего нет чек-листы это быстро очень делается тут можно взять абсолютно любую тему где с по которой можно это чек-лист сделать ну не на всех темы можно сделать но на какие можно сделать чек-лист шпаргалка он небольшой это буквально я на многие подписывалась вообще скачиваешь там буквально там несколько предложений все но захват ямайла произошел уже да вы понимаете что человеку эта тема интересна и уже в письмах дальше вы с ним уже работаете и тут главное чтобы он попал к вам вот этот емайл его захватил то здесь можно если на своем сайте блоге да вообще в конце каждой статьи сделать вот эти чек-листы человек например прочитал куда полезную статью вот чек-лист проверьте себя то есть тут простор для деятельности достаточно большой да вот поставьте двоечки что щек листами все понятно вот так вот сейчас пойдем по порядку чтобы упутать так 3 шаблоны то есть что здесь получается это именно то что вы даете человеку уже готовое и что он может взять и сделать шаблоны тоже могут быть разные может быть вы там делаете какие-то сайты да и даете шаблон сайта это может быть тоже шаблон статьи какой-то где вы там прописали основные пункты человек свои слова какие-то добавит да то есть шаблоном может быть все что угодно это какое-то уже готовое решение которое человек может сделать это может быть там может быть шаблон продающей презентации например да там может быть какой-то шаблон оформления постов в социальных сетях шаблон тоже такие фотошопок делают шаблоны может быть шапок оформления сетях то есть то что взял заменил свои данные и у него все получилось так поставьте троечки что с шаблонами все понятно четвертое связки связки вообще они тоже работают очень круто и очень хорошо работают и вот мы кстати будем наверное одно из первых что делать это вот внедрять вот эти связки и кстати их не так много я вообще видела что здесь имеется в виду что это такое то есть это можно сказать что несколько вид магнитов собранных в одно но чтобы человек получил результат допустим вот вы учите людей писать посты на блок вы учите людей писать эти посты что здесь может быть здесь может быть например чек-лист как написать пост на блок я когда-то скачивал такой чек-лист там действительно был один такой листик и было прямо написано что нужно и как первое второе где заголовок где чего для чего вот это все было да все потом значит это первое второе это может быть готовый шаблон как писать пост то есть просто действительно тут какой-то заголовок тут какой-то текст прописан тут например стоит вот сюда вставляете ключевик сюда вставляете ключевик сюда призыв к действию то есть какой-то готовый шаблон сюда и третье пошаговая инструкция как всем этим воспользоваться 3 отдельных абсолютно лид магнита они соединены в одно в итоге приводит к тому что человек пишет хороший пост на блок и вот таких связок их можно делать тоже сколько угодно то есть человек здесь получает готовое решение которое состоит как бы из нескольких частей но в итоге конечно результат она получает даже например вот здесь могут не быть конечного результата здесь может быть решение какой-то одной стороны до этого вопроса но для того чтобы решить дальше тогда надо еще там что-то то здесь связка это может быть какой-то законченный момент до поставьте четверочки что здесь понятно связках то здесь несколько вид магнитов объединенных в одно которые дают определенные уже вот цель да так хорошо 5 электронные книги электронные книги вообще когда я начинала в интернете это уже было давненько но и да еще наверно сколько года три назад вот электронные книги вот это пользовались просто бешеной популярностью просто вообще они расходились на ура в общем то достаточно было это сделать электронную книгу если она давалась за подписку то люди просто там вообще рвали интернет это было как бы в новинку до толковых электронных книг не было если бы эту единицы и они ну просто что вот насколько я знаю это тоже азамат ушанов потом иван зимбицкий вот их книги вот эти они прямо у зимбицкого по-моему был 14 дней что ли построение инфобизнеса он раздавал бесплатно у него там несколько сотен подписчиков тысяч тысяч несколько сотен тысяч подписчиков у ивана зимбицкого то же самое там что-то людей скачала огромное количество не буду убрать точную цифру какую не учили челюсти для инфобизнесмена такую была книга вот то есть тогда это да это пользовалось огромным спросом сейчас вот например я даже предпочитаю больше покупать книгу текстовую то что она проще читать лучше воспринимается чем электронная книга то что и так мы очень информации много потребляем с экрана еще читать текст напрягать зрение и все но у меня при тяжело когда ты взял книгу ты спокойно можешь ее прочитать нет такого напряжения вот поэтому сейчас как бы ну она не так уже актуально и действительно то что вот кинулась много людей эти книги писать и действительно стали такую продвигать но просто действительно ерунду и выжгли рынок этим делом на это тоже вот есть вы тоже скачивали книги которые электронные до которые ничего за собой не несли с рынок просто выгорел от этого да вот потом уже было что вообще эти книги раздавались только кликни и тебе отдадут но это было да сейчас это у нас в общем-то немножко преобразовалась да и стала в pdf pdf помощи с вами поговорим отдельно коротенькая книга не полностью потому что вот здесь была именно действительно книга которой было страниц очень много да pdf который есть сейчас это может быть всего лишь несколько страничек но с какой-то ценной информации но если вы все-таки обладаете достаточно экспертностью и вы понимаете что книгу которую вы напишете она будет достаточно интересно то почему бы и нет все равно это еще есть это еще действует и вполне можно использовать как лид магнит но как бы она уже конечно ну на русской на последнем месте эту тему брать да если твердо не уверена что вот ваша книга порвет весь интернет